Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео является неким таким итогом моей вчерашней встречи. Я познакомился, ну как, я наблюдал за одним человеком, который тоже очень толковые статьи пишет в сообществах, у него есть собственное сообщество, финансовый советник, управляет значительными капиталами, и у нас с ним была такая интересная полемика, по результатам которой мы пришли к тому, что Баффет всех обманывает. Уоррен Баффет всех обманывает. То есть это, наверное, я не хочу, чтобы вы прям чрезмерно серьезно относились к данному видео, но в принципе те факты, которые мы вчера нащупали в рамках нашего диалога, они действительно свидетельствуют о том, что не все так хорошо, как говорит сам Уоррен Баффет. С чего, в принципе, все началось? С чего начался наш этот диалог, когда мы начали обсуждать, что лучше? Индексное инвестирование или покупка отдельно взятых ценных бумаг? По этому поводу сейчас идет очень много полемики. Человек очень много говорит про индексное инвестирование, я, соответственно, старался привести аргументы выбора отдельных акций. Кстати, если вам интересно, чтобы мы там в эфире на канале вышли, записали интервью и поговорили на различные темы, связанные с инвестицией, оставьте комментарий под данным видео и тему, которую бы вы хотели, чтобы мы обсудили на этой встрече. Если действительно будет большой запрос, то организуемся и запишем. Итак, откуда это все началось? То есть человек говорит мне о том, что индексная инвестиция навсегда, что это самая крутая история, которая сейчас может быть. Я, соответственно, привожу аргументы, но высокая концентрация акций в индексах в том, что это позволяет манипулировать. И самое ключевое, мой аргумент заключается в том, что когда более 50% частных инвесторов начинают инвестировать по одному и тому же алгоритму, появляется определенная неэффективность. То есть у тебя получается больше половины людей действуют согласно определенного стереотипа. То есть это позволяет в условиях, когда ты понимаешь рынок, когда ты можешь оценивать компании, на вот этой неэффективности работать. Ну, условно, включили там какую-нибудь компанию, которая не зарабатывает никакой чистой прибыли Tesla, например. Включили в индекс, индексные фонды начали автоматически ее непосредственно покупать. Это автоматически привело к тому, что цена акций начала расти, и это стало двигать индексы вверх. То есть получается некая такая петля обратной связи. Высокая концентрация, индексные фонды, толпа покупает, соответственно, акции там ФАНК, а автоматически индексные фонды покупают эти акции, автоматически индексы растут. И получается вот некая такая спираль, которая раскручивается. Много там было там нашей полемики по этому вопросу, но в итоге последний аргумент человека за индексное инвестирование говорит о том, что, ну, Баффет, да, даже Баффет сказал о том, что своим наследникам, ребят, с экономикой Соединенных Штатов в Америке будет все хорошо, когда я умру, инвестируйте в индексные фонды. Я говорю, очень замечательно. Почему же тогда сам Баффет не инвестирует в индексные фонды? На что он говорит, Макс, ну, на поверхности все лежит. Давайте посмотрим структуру активов фонда Berkshire Hathaway. Баффет в структуре портфеля Berkshire нарушен основной принцип управления портфелем, диверсификация, да, то есть у него очень высока доля Apple. То есть начиная с нулевых годов, если бы в фонде Berkshire Hathaway не находилась акция Apple с очень высокой долей в портфеле, да, которая значительно превышает хрестоматийные примеры, какая бы акция ни была, как бы она вам не нравилась, доля одной акции в портфеле не должно превышать там 10, ну, максимум 15%. Если посмотреть то, какую долю занимал Apple в портфелях Berkshire, то доходила доля и до 20, до 30%. То есть если бы Apple не было в фонде Berkshire, то доходность портфеля Баффета, начиная с нулевых годов по настоящее время, была бы значительно хуже доходности, в принципе, широкого индекса. Возникает вопрос, почему Баффет купил такую долю Apple. Тогда мы начинаем смотреть, кто один из самых больших друзей Уоррена Баффета. Билл Гейтс. Кто такой Билл Гейтс? И какое отношение Билл Гейтс имеет к Apple и вообще технологичным компаниям, индустриальным компаниям, сам по себе. Посмотрите историю взаимодействия Билла Гейтса и Стива Джобса, да, то есть где, когда появился Гейтс, что сделал ему Стив Джобс и каким образом они развивались. Вторая история. Операция с акциями Activision Blizzard. За три месяца, за три месяца до того, как Microsoft заявляет о том, что он купит крупнейшего производителя видеоигр на рынке Activision Blizzard, Баффет значительно увеличивает позицию и покупает акции данной компании. За три месяца до того, как это происходит. Опять, есть замечательный друг, который, может быть, не является уже CEO Microsoft, но при этом является крупнейшим акционером. За месяц до того, как начинаются проблемы у Microsoft получения у антимонопольных органов различных стран разрешения на покупку Activision Blizzard, Баффет выходит из этих акций. Нашумевшая история в последнее время, да, связанная с тем, что Баффет увеличивает позицию в акции японских компаний. Но почему-то никто не знает, что за месяц до того, как было принято это решение и как фонд Berkshire Hedway начал покупать акции японских компаний, сам Уоррен Баффет летал в Японию, где он встречался с премьер-министром, с главой Центрального банка Японии. И, соответственно, ровно через месяц после того, как он возвращается с этой поездки, он покупает высокую долю акций компании Mitsubishi. И недавно, опять-таки, была новость, что он увеличил свою долю позиций, да, то есть получил дивиденды от своих дивидендных коров и опять увеличил. И то есть мы опять здесь начинаем говорить о том, что, с одной стороны, вроде бы как Уоррен Баффет является оракулом из Амахи, но операции последних 15 лет свидетельствуют о том, что здесь присутствует высокая доля инсайдерской торговли. И я не знаю, чтобы меня не обвинили в том, что я сейчас какие-то обвинения публично делаю в отношении Уоррена Баффета, я просто делаю определенные выкладки, да, то есть дела, ну что этим делам предшествует, какие есть непосредственно взаимозависимости, взаимосвязи, которые можно непосредственно оценить. Поэтому и получается, что из наследников Уоррена Баффета, кто у него непосредственно есть, никто не хочет заниматься управлением, никто не участвует в реальном бизнесе, никто не взаимодействует с людьми, которые занимаются там современными технологиями и компанией, которые могут стать лидерами. То есть его детям интересна благотворительность, но в первую очередь благотворительность, в принципе, и Баффета самому это интересно, и свой капитал по большей части он тоже передает на благотворительность, и дети вроде бы этим занимаются. Но кто бы подхватил вот эти вот операции, кто бы взаимодействовал с людьми, с Илоном Маском, например, да, с Цукербергом, да, с Безосом, то есть этих людей нет, то есть капитал передать некому, чтобы дальше это передавать. И поэтому Баффет и говорит в этом случае, что если вы находитесь в ситуации, когда у вас нет вот этого ресурса, информационного ресурса, аналитического ресурса, связанного инсайдерского ресурса, то вам проще всего инвестировать в индексные фонды. И меня на самом деле в какой-то степени человек действительно убедил в отношении этой истории. Помимо всего прочего, опять-таки, про вопрос трейдинга, да, частично я там коснусь, то есть есть различные хедж-фонды, ну, для примера, то есть есть хедж-фонд, у которого стоит дата-центр, в который собирается информация, анализируется информация, то есть стоят вычислительные мощности, за которые хедж-фонд платит 50 миллионов долларов в год. Абонентского обслуживания просто, чтобы этот дата-центр работал, собирал информацию, анализировал информацию, анализировал большие объемы данных, на основе которых можно построить оценку компании, на основе которой можно разработать алгоритмы входа в позицию и выхода из позиции, на основе которых можно получить космические скорости совершения транзакции, которые даже если выходит новость, ты успеваешь выставить заявку на покупку или продажу, там, на тысячные, миллиардные доли секунды, быстрее, чем это сделают все остальные. И здесь возникает ситуация, что с трейдер, у которого есть в лучшем случае макбук, в худшем случае какой-нибудь PC, с майкрософтом установленным, да, и он говорит, я буду торговать, я буду трейдером, я буду, соответственно, выходить на одно поле с хедж-фондом, который имеет просто в рамках информационных ресурсов такие возможности, да, и я хочу его переиграть. И это утопия, утопия, да, с которой работаю. И эту утопию, соответственно, можно превзойти или путем индексного инвестирования, или путем, соответственно, там, долгосрочного инвестирования активов, да, то есть, хорошие качественные активы. В конечном счете, в любом случае, да, мы пришли к тому, что первый вывод, который заключается, трейдинг зло, то есть, мы в этом согласились. Считать, что вы придете, начнете торговать, начнете работать, мы там тоже обсуждали различных блогеров, трейдеров, да, где тоже, в принципе, пришли к выводу, что если взять всех трейдеров, которые продают различного рода курсы, которые показывают какой-то свой определенный профит, и взять их общий доход по итогам года, из вот этого общего дохода и взять, вычесть тот доход, который они получают от продажи своих курсов. Ну, убираем, да, то есть, это никак не относится к его инвестиционной трейдерской деятельности. Потом возьмем вот чисто доход, который получили от трейдерской деятельности. Из этого дохода мы вычтем стоимость времени, который человек потратил, да, потому что для того, чтобы торговать, тебе нужно анализировать графики, тебе нужно проводить технический анализ, тебе нужно читать новости, Тебе нужно находить позицию входа, позицию выхода, соблюдать параметры риск-менеджмента, то есть нужно, чтобы рука постоянно находилась на пульсе. Соответственно, вычитаем вот это время, потому что ты на это тратишь. И логично, что если ты тратишь больше времени, возможно, ты больше зарабатываешь. Но опять-таки, если одно дело, когда ты тратишь 6 часов в день на торговлю из 5-часовой рабочей недели, и другое дело, когда ты вроде бы как приходишь к инвестициям, и у тебя другая деятельность, и ты хочешь подсветить полчаса, один час времени трейдингу, чтобы заработать иксы. Не получится, потому что ты в этом случае потеряешь. То есть мы вычитаем еще стоимость времени, которое ты на это тратишь. И третье, для того, чтобы получать достоверную, правильную информацию, тебе еще нужен доступ к аналитике, к информационным материалам, к информационным каналам, и она тоже не бесплатна. То есть это тоже нужно из прибыли вычесть, потому что прибыль, которую ты получил, она образовалась за счет того, что ты оперативно имеешь какую-то информацию. И опять-таки, ты ее изучаешь, ты ее читаешь, ты ее анализируешь. И если мы возьмем из вот этого сухого дохода, который получаешь от трейдинга, вычтем количество времени, вычтем стоимость аналитики, то в итоге получим, что результат будет, ну в лучшем случае, такой же, как если заниматься там долгосрочным инвестируем или индексным инвестируем. И тогда возникает вопрос, зачем? То есть если у тебя капитал создается в другом месте, и вот это вот дурацкое желание из разряда, я сейчас сто тысяч заведу, буду торговать там с десятым плечом на фьючерсах и стану миллионером через три года, ну это утопия. Это больше ошибка выжившего. То есть опять есть люди, у которых это получилось, им повезло, им удалось пройти эту бурю без потерь, что-то заработать. И по-хорошему сейчас больше получается продажа вот этой вот истории, что в бурном море, работая среди таких титанов, у которых есть информационные ресурсы, инфраструктурные ресурсы, инсайдерские ресурсы, дорогие информационные ресурсы. Вот есть какие-то единицы, которые через это прошли и сделали какой-то небольшой капитал, а теперь продают успешную эту историю. Это ошибка выжившего, в которую попадают сотни, десятки, тысячи или даже десятки тысяч людей в надежде тоже обрести вот эту вот как постоянно известная российская история. Лежать на печке, ничего не делать, наживать кнопочки зеленые и красные и со ста тысяч зарабатывать по полтиннику в месяц. Утопия, большая утопия, поэтому лучше развивать мышление или идти в вопрос индексного инвестирования, в том числе долгосрочного. Хорошая, классная, адекватная история, опять-таки даже Баффет это советует. И этим видео я действительно вам постарался объяснить, что, наверное, за деятельностью Berkshire Headway стоит не только успешный отбор бизнесов, которые покупались. Этого отрицать нельзя, эта история продается, сами результаты себя показывают, но при этом, если посмотреть на последние 10-15 лет данной истории, мы видим, что там большая доля инсайдерской торговли. И тогда возникает вопрос, а есть ли у вас такая возможность? Хорошим вариантом может быть купить акции Berkshire Headway до тех пор, пока там присутствует Warren Buffett. Что ж, друзья, если вы хотите узнать мой собственный портфель, то есть я все-таки не индексное инвестирование использую, а использую отбор отдельных историй, какая доходность данного портфеля, из чего состоит. Записал по этому поводу, у нас был отдельный мастер-класс, причем мастер-класс он двойной, то есть есть первая часть, есть вторая часть. Ссылку на данный мастер-класс можете получить под данным видео, проходите, забирайте 4 часа видео, каким образом себя вести в текущий момент в плане формирования своего собственного инвестиционного портфеля. Ну и относительно гостя, с которым мы общались, если вы хотите его увидеть у нас на канале, обязательно оставьте комментарий под данным видео. Сегодня у меня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok